Всем привет, это Настя. Сегодня я делаю видео о фаворитах февраля. В этом видео я просто хочу сакцентировать свое внимание на нескольких продуктах, которые мне приносили больше всего удовольствия в этом месяце. Первый продукт это вот такая вот палетка от Бека. Эта палетка называется Авалон. Я хочу сказать, что это моя идеальная нейтральная палетка на каждый день. Здесь у нас 5 средств. Первое средство это черный кейк-лайнер. В сухом состоянии он не отдает пигмента, но при активации водой превращается в такую насыщенную черную густую пасту, которую очень легко подвести к глазам. Следующий кругляшочек это кремовые румяна. Называется Turkish Rose. Эти кремовые румяна также можно использовать как средство для губ. Этот цвет припыленной розы и для меня на каждый день просто идеально, потому что он подходит практически подо всем. Следующее средство это кремовые тени в цвете шампанского. Этот оттенок очень похож на оттенок Cine от Urban Decay. Я его безумно люблю. И дальше идут двое пудровых теней. То есть это два талпа. Один светлый, который наносится на все века, и более темный для контуринга. Глаз. Обалденная палетка. Качество просто потрясающее. Я ей безумно довольна. Следующим фаворитом был вот такой вот тинт для щек и губ от Becca в оттенке Watermelon, то есть арбуз. Это очень стойкое средство, потому что фирма Becca это австралийская марка, и у них там просто катастрофически жарко и влажно. Поэтому все средства они стараются делать как можно более стойкими. Этот тинт остается на щечках целый день, дает превосходный натуральный свежий румянец. Очень подходит для таких бледных девушек, как я. В отличие от многих мультифункциональных средств, этот тинт все-таки может использоваться для губ, он их не сушит и выглядит очень-очень мило. И вот так вот он выглядит. Напоминаю, что это оттенок арбуз. Также меня радовали еще одни кремовые румяна от фирмы Cezanne. Это японская марка, и она одна из самых-самых дешевых на японском рынке. Это силиконовые кораллово-розовые румяшки, которые выглядят вот так. Кремовые румяна я обычно наношу пальцами, поэтому эти румяна от Cezanne мне сначала не понравились, потому что пальцами они отвратительно распределяются по коже, выглядят ненатурально. Однако, когда я попробовала наносить эти румяна кистью от Sigma F84, плотной скошенной кисточкой Sigma Max, свое мнение об этих румянах я поменяла. Теперь они мне очень нравятся, потому что я наконец-то смогла добиться натурального нанесения. Любимой кистью для лица в этом месяце для меня была кисть от Sigma F82. Она идеально мне подошла. Я настоятельно всем советую попробовать хотя бы одну кисточку из этой серии, потому что они великолепны. Также у меня появилась новая любимая кисть для консилера. Это вот такая вот кисточка от Sigma. P86, тоже из серии Sigma Max. Эта кисть идеально удобна для нанесения консилера под глаза, тем что у нее вот такой заостренный кончик. То есть он идеально подходит для того, чтобы нанести консилер вот здесь в уголочек, его растушевать и растянуть консилер дальше под глаз. Также он классно подходит для нанесения консилера, допустим, вокруг носа и так на какие-то мелкие совершенства. Где-то в середине января я нашла тушь, которая идеально подходит лично мне. Это тушь от фирмы Becca, The Ultimate Mascara. У нее вот такая вот кисточка конусообразная. Это одна из тех тушек, которая обволакивает каждую ресничку, создает вокруг каждой такую свою разную трубочку. За счет этого ресничный край смотрится более выразительным, более полным. Также она дает обалденное удлинение. Огромнейший плюс этой туши в том, что она отлично держит завитые ресницы. То есть они будут у вас оставаться завитыми с утра и до самого вечера, пока вы ее не смоете. Эта тушь меня покорила тем, что она невероятно легко смывается. Обычно теплой водой, буквально за несколько секунд. То есть трубочки, которые образовываются вокруг каждой реснички, они просто сходят как чулочки. И меня это безумно радует каждый вечер, потому что я ненавижу смывать тушь. Следующий продукт нельзя назвать фаворитом месяца, потому что я его получила по почте буквально несколько дней назад. Но он буквально свел меня с ума. Это вот такая помада от Тома Форда в оттенке черной орхидеи номер 18. Меня она покорила своей многофункциональностью. За счет того, что эта помада невероятно пигментированная и в тюбике выглядит вот так вот страшновато. Если нанести ее тонким слоем, то это вполне носимильный ежедневный вариант. Также ее можно использовать как румяна на щеке и делать такие вот варианты, и даже более драматические, более темные. Любимыми лаками в этом месяце были лаки от Сиате. И вот так вот очень мило выглядят. На ромашке они выглядят вот так. Это оттенок называется Cookies and Cream. Это Burlesque и Superficial. Эти лаки затмили по качеству даже мои самые любимые лаки от Mavala. И в этом месяце я отказывалась носить что-то другое, кроме этих лаков. Кроме того, что сейчас я ношу OPI. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока. Продолжение следует...